Соседи, добрый вечер! Соседи, главный врач Новгородской областной клинической больницы, таракальный хирург-онколог Илья Кельвиянин. Илья Михайлович, добрый вечер! Добрый вечер! Начну не с вопросов о работе областной больницы, а начну с вас. Вы таракальный хирург по своей первой основной специализации, хирург-онколог. Какие заболевания вы лечите? Ну, онкология понятна, а таракальный хирург? Да, по своей, теперь правильно сказать, по основной своей специализации, я таракальный хирург-онколог. Преимущественно в нашей стране и в мире таракальные хирурги лечат тарак легкого. А вообще занимается и травмой к груди, и заболеваниями органов на грудной клетке. Здесь и врожденная аномалия, и приобретенные заболевания. Но все-таки рах легкого это номер один. Тогда не могу не спросить, а насколько вообще это заболевание характерно, свойственно встречается у жителей нашей области? Я думаю, что наша область, она не исключение от других, в сравнении с другими областями Российской Федерации. В целом по стране, как регистрировалось, к сожалению, регистрируется больше 50 тысяч пациентов в год именно с диагнозом рак легкого. А в мире это около 1,3 миллиона пациентов в год. А в чем причина? Ну, доказано на сегодняшний день, что 87% пациентов с диагнозом рак легкого ассоциировано с курением. То есть основная причина это курение. К сожалению, сейчас есть другая проблема, это рост рака легкого у некурящих женщин. Вот это действительно очень острая, актуальная такая живота пища тема, которая пока неразрешима. Но все-таки основная причина рака легкого это курение. А женщины болят, потому что кто-то рядом курит, а они терпят, не могут сказать, ну-ка, прекращали? Роль пассивного курения ее никто не отменял, но это так или иначе связано с вдыханием табачного дыма. А вот есть совершенно другая тема, это рак легкого у некурящих женщин, и у которых не было именно опыта пассивного курения. Но я говорю, что это отдельная тема, она еще недостаточно изучена. Вот такая очень, я говорю, серьезная такая медицинская проблема, даже больше эпидемиологическая. Потому что по данным ассоциации онкологов американских в 2030 году рак легкого именно у женщин, он опередит рак молочной железы. Что на самом деле, конечно, вызывает опасения у нас, онкологов. А давайте поговорим о диагностике. Потому что, ну, если заболевание найти на ранней стадии, то шансы на полное излечение весьма велики. Для рака легкого это характерно? На ранней стадии, если выявлено, допустим, первая, я так, знаете, так немножко обывательски, по-простецки рассуждаю. Ну, обывательски, кстати, оно, что называется, очень точно. Вы подметили, вообще для онкологических заболеваний характерно, чем на более ранней стадии. Если выявляется заболевание, тем лучше, как правило, результат. А результатов в онкологии несколько. Но один из них это пятилетняя выживаемость. К сожалению, для рака легких, именно для рака легкого не такая хорошая цифра. Даже если у человека, к сожалению, выявлено заболевание на первой стадии, то пятилетняя выживаемость может составлять 70-80%. Но это во многом связано с особенностями заболеваний. То есть не только важна стадия, но и какой рак. Потому что рак, он как люди, он разный. А скажите, вот для рака легких есть такая стадия, если уместно о ней говорить, как предрак, или какое-то заболевание, которое, вот если его не лечить, оно в каком-то ближайшем будущем переродится в злокачестве? Ну да, есть это изменение самого эпителия бронхов, например, на фоне хронического новоспаления, как раз при том же табакокурении. Либо есть такая теория, что при хронических заболеваниях, ну, это, так сказать, вызывает определенные вопросы. Но изменения эпителия, например, такой тип, как метаплазия или дисплазия, относятся как к предраковым заболеваниям. — Наследственность играет какую-то роль? — Безусловно. Но сложно оценить именно нагрузку. Именно при возникновении рака легкого. Это сложно. — Давайте о диагностике. Вот старая добрая флюорография. Вот флюшку ходить делать раз в год. И можно быть спокойным, что ты делаешь флюорограмму, сходил, все хорошо. Или нет? — Вот флюорография — такое исследование, которое у всех обывателей связано именно якобы с ранней диагностикой рака легкого. Но этого никогда не было. И, в принципе, сейчас такого нет исследования, как вот флюорография, именно для выявления ранних стадий рака легкого. То есть флюорография в свое время использовалась массово, вот как скрининговое исследование в диагностике туберкулеза. Когда в стране было очень большое количество пациентов с диагнозом туберкулеза. Вот для этого применяют именно флюорографию. Но попутно стали выявлять и пациентов с диагнозом рака легкого. Но это не метод скрининга. То есть этот метод не позволяет нам выявить именно рак легкого на ранних стадиях. — Давайте для тех, кто темный сильно, расшифруем, что такое скрининг. Вот как это медики понимают, и что это значит для пациентов? — Ну, скрининг — это от английского слова «скрининг». То есть, ну, «скрин» — это обследование. И, как всегда, вот в англоязычной терминологии они очень точно подобрали термин, потому что он же еще, по-моему, если не ошибаюсь, еще означает «просеивание». То есть, и суть этого метода — это именно выявление пациентов на доклинической стадии. То есть у тех пациентов, у которых еще жалоб нет. То есть вот это скрининг. То есть это применение методики выявления заболевания до появления жалоб. — А для рака легкого существует вот такой скрининг, вот такое просеивание? — Ну, на сегодняшний день доказана роль низкодозной компьютерной томографии у пациентов группы риска. Это, как правило, люди старше 50 лет, стаж курения, которых больше 30 пачка лет. Это такой очень... — Пачка 30 пачка лет? — Сейчас скажу. Такой термин обычно у неврочебной, так скажем, популяции вызывает вопрос, что такое пачка лет. На самом деле это очень просто. Если человек курит одну пачку сигарет в день и курит на протяжении 30 лет, это 30 пачка лет. Но если он курит две пачки сигарет в день и курит на протяжении 15 лет, это 30 пачка лет. — Так вот, не каждый же может ходить с некой регулярностью на вот эту компьютерную томографию, чтобы исследовать легкие. Есть какие-то, вот знаете, да, простите, что перебиваю, но вот онкомаркеры, да, некоторые соседи пытаются кровь сдавать, еще что-то. — Ну вот онкомаркеры именно в отношении рака легкого не доказали такой специфичности, именно то есть диагностической ценности, как при первых исследованиях. То есть специфичность очень низка. Что это значит? Человек может сдать анализ на онкомаркер, он может быть отрицательный, тем не менее, это не исключает наличие заболевания у пациента. — Так хорошо. А что делать? Как обследоваться пациенту, у которого стаж курения там 20 пачка лет, да? Правильно я это тебе употребила, да? — Вот я говорю, что категория риска — это как раз 30 пачка лет, и его за стаж 50 лет. Вот это уже группа, которая нуждается в том, чтобы им выполнили низкодозную компьютерную томографию. И по результатам, которые будут выявлены, есть образование в легких или нет, которое уже требует уточнения и диагностики. На сегодняшний день доказано, что можно, ну такой когорт пациентов можно выявить либо доброкачественное образование, либо злокачественное образование на ранней стадии, и которые улучшат и пятилетнюю выживаемость, и отдаленные результаты. — Мне очень интересует ваше мнение по вопросу курения электронных сигарет и вейпов. Потому что молодые люди некоторые считают, что сигареты — зло, да, они смотрят программы, они продвинутые, читают статьи в интернете. Но вот вейпы, электронные сигаретки — это некое, ну такое баловство, там не так страшно, и рак легких не грозит. Ваше мнение как специалиста, который всякое видел, я не сомневаюсь. — Но я не специалист именно по вейпам и по электронным сигаретам. Но я говорю, если вас интересует мое мнение, то вообще к любого рода зависимостям я отношусь отрицательно. То есть курение само по себе — это как проявление, ну, зависимости. Курение электронных сигарет и вейпов, насколько вот я знаю, в этом году я читал два исследования, они обладают рядом негативных последствий, особенно, по-моему, курение вейпов. Даже, по-моему, в Штатах было очень громкое сейчас исследование, даже осенью 2019 года, там ряд смертей, связанных с курением вейпов. То есть это связано с тем, что люди курят. Это связано с лицензированием, видимо, с точным знанием, а что же люди на самом деле курят. То есть здесь больше не про рак легкого, а здесь больше про другие осложнения, но связанные с инволяционным употреблением каких-либо веществ. — Илья Михайлович, пожалуйста. — Просто мне кажется, это все так грустно и тяжело звучит, рак легкого, вейпы. Просто люди наши и так уже устали, и так много проблем, тут еще рак легкого. — Вы знаете, мне кажется, что все проблемы меркнут, когда у тебя начинаются проблемы со здоровьем. Но это вот мое такое частное мнение. Лучше, знаете, как шутят говорят, лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым и больным, да? В поликлинике «Диамет» ведет прием врач-онколог Иванченко Владимир Владимирович. Запись по телефону 624309. 13 ноября ярмарка распродажа. Кировская трикотажная фабрика «Славянка города Киров» и «Текстиль Иванова» предлагает осенний-зимний ассортимент. Куртки, обувь и детская одежда. Пенсионерам скидка. Мы ждем вас. Город Старая Русса. Центр культуры «Русич». Студия «Пилки» на Большой Санкт-Петербургской, 28, приглашает на работу мастеров маникюра и педикюра. Вас ждет достойная оплата, постоянная база клиентов, удобный график работы. Телефон для связи 8-921-699-44-29. Вы можете прийти в студию и заполнить анкету соискателя. День сменяет ночь. Зиму сменяет весна. Меняетесь вы. Мы остаемся с вами. 10 лет в вашей такси. Три семерки, три шестерки. Фонд «Академия российского телевидения» проводит финальные мероприятия всероссийского телевизионного конкурса «Тейпи-регион». Ставрополь. Церемония награждения финалистов конкурса. Волгоград. Заключительный этап конкурса. Церемония награждения победителей. Подробности на сайте. Здравствуйте. В эфире телепрогноз на осень. На территории страны установился уверенный прием цифрового телевидения. А уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телеканалов. Они станут доступны утром и вечером на канале ОТР. Однако в некоторых регионах возможны кратковременные помехи в телевещании. При возникновении любых неполадок просто зайдите в меню телевизора и перенастройте каналы. Хорошего вам телевидения в любую погоду. А теперь к нашумевшей теме недели. Новгородцы обсуждают в социальных сетях, на личных встречах о том, что Новгород стал площадкой для клинического исследования нового метода диагностики рака легких. Правильно я формулирую? Что к нам приезжают специалисты с экспериментальной программой для диагностики рака легких, туберкулеза, рака желудка. Ну да, к нам приезжают специалисты. Насколько я знаю, из Южного федерального университета. Они проводят на нашей базе клинического исследования по изучению новой методики выявления ранних форм онкологических заболеваний и туберкулеза. Но на самом деле здесь ничего такого выдающегося нет. Я вот неделю назад прилетел из Краснодара, где была, по-моему, восьмая школа, европейская школа таракальных хирургов. И там отдельная секция, она была посвящена скринингу рака легкого. И то есть там рассматривались различные варианты, которые, например, были бы... Понятно, как для любого скрининга очень важна цена. Сколько стоит метод. То есть здравоохранение – это не только наука о том, как выявить, как лечить, но и сколько стоит сам метод на диагностике. Может быть, он окажется дороже, чем само лечение. То есть, к сожалению, как бы это цинично ни звучало, это так и есть. И вот там была целая секция, где рассматривались современные, недорогие методы исследования. Например, исследование продуктов метаболизма, опухоли в выдыхаемом воздухе. И есть такой краснодарский вариант. Значит, Краснодарская краевая больница номер один. По-моему, сейчас она еще называется НИИ имени Ачиповского. Вместе с Кубанским университетом они объединили усилия и проводят работу именно анализируют состав выдыхаемого воздуха на предмет наличия определенных веществ и сравнивают у больных и здоровых, чтобы в будущем использовать этот метод как скрининговый. Поэтому у нас, в принципе, то же самое будет проводиться. Но давайте сразу объясним нашим соседям, что это будет. Это еще экспериментальный метод диагностики. Идет так называемое клиническое исследование. Это прежде чем человеку дать какую-то таблетку, ее испытывают, тестируют, дают заключение, что эта таблетка лечит. Правильно я понимаю? Так же и этот метод диагностики. Да, этот метод диагностики, он действительно, он еще только находится в стадии клинических исследований. Но исследование идет здесь не на людях, в прямом смысле этого слова. Потому что человек здесь только выдыхает. Здесь и исследуется выдыхаемый воздух, не человек. Это очень важно. Поэтому я просто видел скепсис. Вот я хочу с вашей помощью его развеять. То есть, как я понимаю, людей смутило то, что в качестве некого датчика будут использованы крысы, в которых вживлен электрод или не так? Знаете, на самом деле, тема такая, вообще анализ веществ на выдыхаемом воздухе, она на самом деле тема очень старая. Я говорю... Ну, определяет же уровень СО2, да? Я понимаю. И, наверное, у обывателя, ну, в хорошем смысле этого слова, это вызывает вопросы. Но на самом деле это все развивается по спирали. В своей книге еще, по-моему, даже, ну, извините, ну, Гиппократ указал, когда он анализировал, ну, он написывал определенные запахи изо рта при заболеваниях. И это всем известно. Как, простите, какой запах, ну, мы слышим у пациента с сахарным диабетом, запах цитона, какой, простите, запах мы слышим при деструктивных заболеваниях легких, тоже очень характерно. И какой запах у нефрологических, ну, пациентов, это каждый врач знает. Поэтому эта тема, ну, не новая. А в свое время была, кстати, очень популярная тема, когда собака выявила рак, по-моему, даже легкого своего хозяина. То есть это очень такая известная тема, можно в интернете на эту тему почитать. Поэтому здесь ничего нового нет. Единственное, о чем хочется сказать, еще раз говорю, что исследование проводится не на людях, а исследование проводится на выдыхаемом воздухе. То есть в выдыхаемом воздухе ищут, на самом деле, уникальная методика здесь предложена. Ведь, насколько я понял, здесь в качестве подобных животных используются специальные мыши. И, насколько я понимаю, в обонятельные луковицы этих мышей внедрены электроды. Они же по запаху, да, удивительные вещи могут. Да, и в эти обонятельные луковицы внедрены электроды. Эти электроды подключены к специальному элементу, который фиксирует, вернее, фиксирует и анализирует на выдыхаемый воздух. И передает все это мыши. Мыши в это время, извините меня, животные находятся в это время в медикаментозном сне. И то есть по тому сигналу, который определяется и усиливается в обонятельных луковицах вот этого животного, и пытаются расшифровать, есть ли продукты, например, метаболизм опухоли в том или ином выдыхаемом воздухе. То есть, смотрите, вот я новгородка, я приду, куда-то дыхну, да, как автолюбители знают, как это происходит, и все? И все? Хорошо. Но смотрите, а если вот, я не знаю, на датчике загорится высокий риск там туберкулеза, рака легких, что еще можно с помощью этой процедуры? Во-первых, надо сказать, что как любое клиническое исследование, оно несет не только нагрузку на пациента, что надо куда-то прийти, куда-то выдохнуть. Оно несет, как всегда, но это так положено по принципам GCP, good clinical practice, то есть какой-то бенефит для пациента. В данном случае это если у пациента, это еще исследование, это еще не доказано. Ученые только набирают на материал. Если в выдыхаемом воздухе, например, по данной методике зафиксируется повышенное количество метаболитов тех или иных, то пациенту предложат сделать стандартную компьютерную томографию, либо фиброэзофагогастротуаденоскопию. И насколько я знаю, вот до сегодняшнего дня, это будет предложено бесплатно. Бесплатно. То есть я, честно говоря, не вижу здесь препятствий для пациента. Вот именно, ведь по сути, на самом деле, для нас, врачей, ну, к сожалению, от этого никуда не уйти. Люди делятся на два больших типа. Вот те, кто хотят знать, они хотят. Вот они занимаются каким-то самоисследованием, но иногда даже чересчур, но иногда самокопанием. И те, кто знать не хотят. То есть вот те люди, которые хотят знать и получить какую-то информацию, милости просим принять участие в этом исследовании. Давайте о практической стороне. Как это сделать? Вот я знаю, что сейчас наши зрители видят телефон для записи, поэтому номеру можно позвонить с 11 до 17 часов, записаться. Где это будет проходить? На базе каких медучреждений? Если я не ошибаюсь, будет часть пациентов в центральной городской клинической больнице, и такая же часть будет на базе областной больницы. То есть на первом этаже там будут специальные опознавательные знаки, где будут проводиться данные исследования. Каким образом эти данные потом будут использоваться, систематизироваться? Будут даны ли какие-то рекомендации новгородским врачам? И сказано, что, ребят, вот у вас пришло 100 человек, а из них там у 50 есть вот такие подозрения. Сейчас этап накопления данных. То есть ученые, в принципе, вышли на большую группу людей. Вышли именно на площадку стационаров. То есть у них были пока единичные исследования. И вот на единичных исследованиях результаты очень хорошие. То есть они анализировали больных уже с известным раком, например, легкого. И у тех, у кого рак легкого, согласно этой методике, он подтверждается. А вот теперь мы выходим на большие группы пациентов, чтобы определить именно чувствительность и специфичность. То есть увидеть количество ложно-отрицательных и ложно-положительных результатов. То есть это крайне важно. Поэтому сейчас очень сложно трактовать результаты. Для того, чтобы их как-то анализировать, нужно эти результаты получить. Кому вы рекомендуете в первую очередь позвонить по номеру телефона и записаться? Я думаю, вот та группа пациентов, которых я в самом начале обозначил, это люди старше 50 лет, и у которых стаж в курении, как бы это странно ни звучало, больше 30 пачка лет. А помимо рака легких, туберкулеза, какие еще заболевания указать на высокий риск их возникновения, поможет именно этот метод? Опять-таки говорю, очень сложно сказать. А рак желудка? Вот сейчас ученые сфокусировались, вот именно сфокусировались, вот насколько я понял, на этих заболеваниях. То есть рак легкого, рак желудка и все, что называется выше, именно анатомически. Это, извините меня, и рак трахеи, и рак гортани, и рак пищевода, и рак грудоглотки. Но все это на самом деле звучит жутко. Но, еще раз говорю, даже если мы с помощью этого метода, вот мы где-то проведем исследование, приблизительно около 500 пациентов примут на участие. Даже если мы одного выявим, у кого ранний рак, я думаю, что мы провели это не зря. Большой успех, потому что это целая жизнь, да, что-то будет благодарен. Как бы это громко ни звучало, но это действительно эффективно. Когда речь идет о здоровье, тут действительно можно говорить громкие вещи, потому что это касается. Соседи призываю, вот я честно планирую записаться. Программа закончится, завтра утром в 11 буду звонить записываться. Илья Михайлович, спасибо вам, что пожелаете зрителям программы «Соседи». Ну, помимо здоровья, конечно. Традиционно здоровья. И приходите к врачам, обследуйтесь, проходите одну диспансеризацию. Спасибо вам. Я только успеваю напомнить, что сегодня у нас в гостях был главный врач Новгородской областной клинической больницы, таракальный хирург-онколог Илья Кельвиянин. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего доброго. Увидимся в эфиренте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин